Здравствуйте, корреги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? День добрый. Меня зовут Костерин Олег. Я директор компании InfoVision. Мы занимаемся построением системы аналитики, роботизированной аналитики и обучаем компаниям, как находить деньги, используя систему бизнес-аналитики. Очень интересно. Вот сейчас проходила конференция, в которой были спикером. Очень интересно ваши впечатления от конференции. Конференция достаточно увлекательная и масштабная. Я выступал на сессии по категорийному управлению Сергея Ильюхи и мы обсуждали тему, каким образом развивается система бизнес-аналитики, о том, что есть четыре этапа ее построения и как пройти путь и не допустить ошибки от базовой аналитики коммерческой до ситуационного центра и какая целевая структура бизнес-аналитики для того, чтобы исключить рутинные операции у наших категорийных менеджеров. И большинство работ именно с рутиной выполняли уже роботы, а нам не оставалось принимать решение. Именно об этом мы говорили на секции. Насколько жаркая была дискуссия? Были ли какие-то интересные сайты для вас? Может быть, какие-то ваши коллеги поделились какими-то своими интересными наработками? Или все было очень гладко? Вы поделились своим мнением и все с ним согласились? Или все-таки дошло до Дораки? Нет, Дораки, слава богу, не было. Категорийный менеджмент все-таки достаточно мирная профессия. Мы обсудили, каким образом, какие сервисы дополнительно появляются у категорийщиков с точки зрения 1С-продуктов. Выступали дополнительные продукты, которые рассказывали, как можно развивать базовую аналитику. Мы поделились своим видением развития аналитики, конкретно для ритейла. Расскажите, пожалуйста, свои впечатления о выставке в целом. Удалось ли вам, может быть, посмотреть каких-то участников стенды? Может быть, вы нашли для себя какие-то интересные решения? Да, среди стендеров, наверное, имеет смысл выделить стенды, посвященные динамическому ценообразованию. Достаточно передовая технология, и они, наверное, тот флагманский продукт, который позволяет ритейлу становиться более эффективным, используя вот эти наработки. Наверное, вот это на сегодняшний день самая актуальная история, которая сейчас есть на выставке. Подскажите, выставка в этом году, она меньше, больше, интереснее, менее интереснее, чем выставка вот два года назад, например, до пандемии? Несложно сравнить, наверное, насколько она стала интереснее. Я не был два года назад, поэтому. Я надеюсь, что с каждым годом просто мы будем наращивать наши обороты, и с каждым годом наша выставка будет все интереснее. И, может быть, какие-то пожелания, так как вот эта выставка прошла вот в такой интересный год после не менее интересного года, какие-то пожелания ваши, как профессионала и спикера на следующий год? Сделать зал побольше, раскрыть еще какие-то интересные темы? Да, есть предложение. На самом деле, тема построения процессов внутри розницы, она, к сожалению, не освещена и не освещена на многих мероприятиях, поэтому вот если в следующем году этой теме будет выделена отдельная секция, розничные компании смогут обсудить, а какие именно же процессы делают их более эффективными, какими инструментами можно эти стандарты и процессы реализовывать и автоматизировать, это была секция, наверное, очень бы интересно. Спасибо вам большое и надеемся до встречи в следующем году за более интересные выставки. Спасибо большое. Спасибо вам.